Добрый вечер, в эфире новости. С вами Владимир Токмаков и в начале выпуска поговорим о главных темах. Развитие торгово-экономических связей обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и посол КНР в России. Накануне глава региона Эйджан Ханьхуэй провели двустороннюю встречу. Незаконные раскопки повлекли за собой уголовную ответственность. В Бийском районе завершилось рассмотрение дела черного копателя, который незаконно присвоил себе 20 бронзовых наконечников стрел. Часть предметов, которые у нас считаются очень редкими, в частности, вот там найдены были тоже, это он по своим рассказам нашел керамические формы литейные, но они для него интереснее представлено их выбросил. Новогодний городок заканчивают строить на улице Молотобольской в Барнауле. Мы побывали на месте и узнали, что будет интересного. Развитие торгово-экономических связей обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и посол КНР в России. Накануне глава региона Эйджан Ханьхуэй провели двустороннюю встречу. Губернатор отметил, что сегодня руководство Российской Федерации и Китайской Народной Республики созданы все условия для развития взаимодействия. Наши регионы нацеплены новых контактов с партнерами из Китайской Народной Республики. Поэтому считаю, что более тесное знакомство Китайских принимателей с Китайской Народной Республики будет сформировать целостное представление оптимистическом, экспортном, туристическом, транспортном, оптимистическом потенциале нашего региона, начали по уровню и готовности его инфраструктуры для реализации нашего совместных края. На встрече провели презентацию Алтайского края для китайских деловых кругов. Сегодня символ Алтайского края, на гербе Алтайского края, она изображена так же, как и серебро-клорильный завод. Вот два символа. По словам губернатора, КНР остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров для региона. По итогам 2021 года товарооборот превысил 300 миллионов долларов. Причем объемы импорта и экспорта примерно одинаковы. Основные алтайские товары, которые поставляются на китайский рынок, продукция агропромышленного комплекса. В том числе маслосемена и растительное масло, топливо в виде кокса, продукция деревообработки. Из Китая экспортируются различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника. Виктор Томенко выразил уверенность, что мероприятие станет еще одним шагом к развитию двухстороннего сотрудничества между Алтайским краем и КНР. Единую стимулирующую выплату организациям на реализацию молока введут федеральные власти со следующего года. Овощеводство выделят отдельное направление. Об изменениях в сельском хозяйстве рассказал глава регионального профильного ведомства Сергей Межин. По словам чиновника, поддержка агропромышленного комплекса остается одним из центральных направлений государственной политики. Основные объемы финансов идут на развитие животноводства, но власти поддерживают и растеневодство. Покупают элитные семена, дают погектарные субсидии небольшим хозяйствам и овощеводам. Также правительство продолжит программу льготных займов для перерабатывающих предприятий и производителей. Добавлю, в 2022 году аграрии привлекли 44 миллиарда рублей краткосрочных инвестиционных кредитов. Стоимость 10 социально значимых продуктов питания снизилась в Алтайском крае. Статистику предоставила Минэкономразвитие региона. Местный рынок насыщен алтайской продукцией, объяснили эксперты. Поэтому ряд товаров доступнее, чем по всей России. Так снизилась стоимость на 10 из 24 социально значимых продуктов питания. Ведомстве сравнили цены на конец октября и ноября этого года. Сильнее всего подешевела гречневая крупа на 10%. Следом идет сахар 7,7%. Около 5% от стоимости потеряла пшеничная мука и подсолнечное масло. Немного отстают яблоки. Цена снизилась на 3,4%. А я продолжу выпуск. Глава Алтайского края Виктор Томенко и члены регионального правительства приняли участие в акции «Елка желаний». Ее проводят ежегодно, чтобы поддержать ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Первые три шарика открытки с заветными желаниями детей снял губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что в этом году участвуют дети не только из нашего региона, но и дети Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. Дети мобилизованных и военнослужащих. Мечта о мягкой игрушке. Смеян Виктория. 9 лет. Мечтаю о железной дороге. Кошелев Дмитрий. 7 лет. И Овсяникова Дарья. 9 лет. Мечтаю о 3D-ручке. Отмечу, в традиционной всероссийской акции «Елка желаний» наш регион принимает участие уже в пятый раз. Незаконные раскопки повлекли за собой уголовную ответственность. В Бийском районе завершилось рассмотрение дела «Черного копателя», который незаконно присвоил себе 20 бронзовых наконечников стрел. По словам ученых, их возраст может достигать 2,5 тысяч лет. Перекопанная гора и поврежденный культурный слой – все, что осталось после работы «Черного копателя» в Бийском районе. В апреле этого года жители Алтайского края при помощи металлодетектора и штыковой лопаты нашел и изъял из земли археологические ценности. К нам в управление «Алтайохранкультуру» поступили сведения о том, что местными жителями обнаружены повреждения памятника археологии, который является объектом культурного наследия федерального значения. Ямы были выкопаны. Поврежден верхний слой. После этого сообщили информацию в правоохранительные органы. Соответственно, в ФСБ по Алтайскому краю был выявлен тот «Черный копатель», кто это как раз и сделал. «Черный копатель» нашел 20 металлических наконечников стрел, относящихся к эпохе ранний скифского времени, примерно VII-VI века до н.э. Причем это предметы разных форм – втульчатые, черешковые и трехгранные. Однако не все найденные предметы показались копателю ценными. Часть предметов, которые у нас считаются очень редкими, в частности, вот там найдены были тоже, это он по своим рассказам нашел керамические формы литейные, но они для него интересные представлены, их выбросил. Потом так их и не нашли. Этих наконечников у нас довольно много известно, литейных форм нет. Но для него это просто керамические вещи ненужные. Вот они, несмотря на то, что что-то читать умеют, но все-таки, как правило, люди достаточно темные. Незаконная деятельность правонарушителя привела в полную негодность разновременной культурный слой – от эпохи Палеолита до эпохи Бронзы и раннего Железного века. Бийский районный суд признал собранную доказательственную базу достаточной для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, части 3, статьи 243-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. Все найденные археологические предметы у копателя изъяли. Вскоре их передадут в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Юлия Шеламова, Сергей Балуев, Новости. Напомню, проводить раскопки могут только специалисты-ученые, которые получили так называемый «открытый лист» – разрешение от Министерства культуры. В противном случае правонарушитель может понести наказание в виде штрафа – до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет. А 19-летний бичанин Павел Куксин помог полицейским раскрыть серию краж. Накануне его разбудил телефонный звонок от отца. Он сообщил, в машине Павла сидит неизвестный мужчина. Куксин выбежал на улицу, подошел к автомобилю и поинтересовался, что тот в ней делает. Злоумышленник начал рассказывать, что его якобы попросили прогреть транспортное средство. Мы сказали ему позвонить, тому, кто попросил это сделать. Сразу начались отговорки, то есть он говорит, потерял номер телефона и так далее. Ну, все было, в общем-то, ясно. Он был в машине, мы просто встали рядом с дверью, он просто физически не смог бы убежать. Потом мы его уже завели в подъезд дома, то есть там тоже он оттуда уже не смог выйти, пока мы ждали наряд, который должен подъехать. Благодаря этому правоохранители задержали 38-летнего рецидивиста, который причастен еще как минимум к восьми преступлениям. Среди них кражи автомагнитол, аккумуляторов, колонок и попытки угона. За помощь в раскрытии преступлений заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Бийская Юрий Елисеенко вручил Павлу благодарственное письмо. Он оценил поступок молодого человека и пригласил в будущем на службу в полицию. Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов и благополучия. Спасибо вам. Сенатор Александр Карлин исполнил мечты детей из Алтайского края и Луганской Народной Республики. Представитель регионального правительства в Совете Федерации принял участие в ежегодной акции «Елка желаний». Он выбрал два елочных шарика с желаниями. В одном из них Артем Филатов из Алтайского края поделился мечтой о велосипеде, в другом Глеб из ЛНР хотел бы получить на Новый год набор для художественного творчества. Каждый ребенок в нашей стране, вне зависимости от того, где он живет, в каких условиях воспитывается и обучается, должен получить свою долю счастья, радости, заботы и внимания к себе накануне Нового года, самого светлого и счастливого праздника. Отмечу, что Совет Федерации Федерального Собрания России участвует в акции «Елка желаний» уже третий раз. В этом году сенаторов есть возможность исполнить новогодние пожелания не только своих юных земляков, но и новых граждан России из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Через несколько дней откроется новогодний снежный городок на улице Молотобольска в Барнауле. Работы по благоустройству завершаются. Дарья Кончина отправилась оценить, что получилось. Двух недель остается до Нового года. Горожане уже начали готовиться к волшебному зимнему празднику. Но привычного городка и елки на площади Сахарова не будет. Вместо этого украсили улицу Молотобольскую. Главный символ Нового года уже установили прямо посередине улицы. Большую, красивую, пушистую и зеленую елку уже подготовили. Украсили красивыми яркими бантами и шарами. Приходите фотографироваться, получится здорово. Кстати, горки уже тоже установили. В этом году они будут из деревянного каркаса. Однако кататься на них нельзя. Городок планируют открыть после 23 декабря. Поэтому потерпите немного и к концу недели уже можете приходить всей семьей и отдыхать. Ну а пока можете покупать ледянки, плюшки и настраиваться на хорошее настроение. Ну а для поднятия волшебного новогоднего настроения гостей города будут встречать сказочные персонажи. Они нам всем знакомы. Это снеговики, снегурочки, Деда Мороза, снежная королева. Их осталось немного украсить, добавить подсветку. И тогда городок засияет во всей красе. Ко всем уже существующим елкам, горкам и скульптурам планируют добавить цветовой потолок. Он будет где-то здесь и, согласитесь, очень необычно. Планируют переливаться разными цветами и тогда точно в сказку поверит каждый. Дарья Кончина, Роман Хайрулин. Новости. Как сделать любимые блюда полезными и менее калорийными? Об этом нашему телеканалу рассказал шеф-повар Алексей Шефер. На мой взгляд, наши любимые блюда Нового года, это что? Первое, это, конечно же, селедка под шубой. Но я ее делаю немножко по-своему. Если нужно сделать легкий вариант, я сельдь заменяю лососем. То есть это у нас сразу уже становится такое прям королевское блюдо. И, соответственно, все же делают на майонезе. Я беру туда, добавляю сметану с невысоким процентом жирности. Просто каждый слой промазываем, заменяем майонез с сметаной. Уже очень-очень много калорий, тем самым мы исключаем. С оливье делаем тоже легкую заправку и колбасу меняем, допустим, на индейку. То есть грудку индейки мы обязательно же отвариваем. И дальше уже добавляем ее в салат. Делаем заправку. Также спассированный лук пробиваем блендером, смешиваем со сметаной. И заправляем уже оливье. То есть мы избавляемся от не очень полезной колбасы. И заменяем майонез на такой сметанный соус. Получается более интересно. Еще есть вариант, заменить можно сметану на белый греческий йогурт. Тоже очень хорошая заправка для салатов. Десерт можно, я очень люблю делать конфеты самостоятельно. Беру курагу, грецкий орех. Там 3-4 вида еще каких-нибудь орехов. Обязательно добавляю финики, добавляю туда инжир, добавляю немножко меда, лимона. Все это дело прокручиваю на мясорубке. Можно скатать аккуратные шарики, либо кушать их прям так, либо запечь в духовке. Тогда они у нас приобретут форму и станут более плотными. Все, убрали в холодильник. Вот вам, пожалуйста, вкусные, полезные сладости. К этому часу у меня все. Желаю вам хорошего вечера. Итоги подведем в 20.30. Не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!